В поведении может вылиться только что-то одно. То есть, условно говоря, у меня две доминанты. Одна доминанта, например, кашлять, другая говорить. Но кашлять, она подрастает доминанта. То есть у меня хриплый голос, там рецепторы, они чувствуют напряжение, воздух там ходит, они туда сообщают в кашлевой центр, говорят, такое есть прямо. И сообщают, алло, гараж, там плохо проходит воздух, там воспаление, там вот это все. А параллельно я же отвечаю на вопрос. Я должен про это думать. Другой центр работает. И дальше они находятся в конструкции какой-то. Ее можно контролировать. Это происходит в этом, когда спектакль, опера, балет. Они все сидят такие и не кашляют. Потому что там кто-то прыгает, кто-то поет и кашляет неприлично. И они такие сидят. Не могут. А потом в какой-то момент там раз и перерыв. Акты поменялись. Первый, пятнадцатый, второй. И так весь зал сидит. Что они делали всю дорогу? У них была борьба доминанта. Кашель с социальным приличием. Они боролись. И кто-то не выдерживает. Побеждает кашлевой центр. И он кашляет. И все думают, а сволочь. И в этот момент сволочь действует на всех. И кто-то другой думает, я не буду кашлять. Я не буду, я уже лучше не буду сволочью. Ну и дождется, пока можно в антракте покашлять. Но это вот борьба доминанта. Нельзя делать одно время. Не кашлять и кашлять. Или то, или другое. Ольга. Ольга. И все. И все. И все. Продолжение следует...